Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Мы продолжаем наши колбасные мероприятия и сегодня у нас колбаски гриль Чериза. На самом деле Чериза наверняка одна из самых распространенных видов колбас в мире. Все дело в том, что эта испанская колбаса распространялась по миру вместе с испанскими колониями. И на сегодняшний день оригинальный Чериза, конечно же, вы можете попробовать в Испании или приготовить самостоятельно, используя контент с нашего канала. А также колбаски Чериза, в том числе гриль колбаски, очень распространены в Южной Америке. Сегодня мы приготовим гриль колбаски, используя комплексную приправу для Чериза. Это одна приправа, которую мы использовали... Это одна приправа? Это единая приправа, которую мы использовали для приготовления сыровяленой Чериза. Видео о котором есть уже на канале. Также мы ее использовали для приготовления вареной Чериза. И сегодня мы используем комплексную приправу от интернет-магазина Крафф Стор для гриль колбасок Чериза. Все ингредиенты для приготовления колбас вы найдете в интернет-магазине Крафф Стор по ссылочке в описании. У нас самый большой в Украине выбор ингредиентов и оборудования для домашнего крафта. Также эту колбасу мы сегодня будем готовить на гриле. И, о чудо, в интернет-магазине Крафф Стор вы можете приобрести себе чудесный гриль Вебер, так как мы являемся официальным представителем компании Вебер в Украине. Все наши товары можно приобрести по Украине. Причем при покупке, при заказе оборудования и ингредиентам на сумму выше 10 тысяч вы получаете не только в подарок на выбор, либо вот такой вот, как на мне, прекрасный фартук Крафф Стор, либо вот такую вот разделочную доску Крафф Стор, но и бесплатную доставку. Помимо этого, все товары мы доставляем во все страны Европы, Америку, Канаду, Израиль, еще некоторые страны по запросу. Поэтому добро пожаловать в Крафф Стор. Ссылочка в описании. Также в описании будет ссылка на текстовый пошаговый рецепт гриль колбасок Чериза с двумя вариантами. С использованием комплексной приправы и с использованием просто специй. Все текстовые рецепты ко всем нашим видео также находятся в специальном разделе Крафф Стора. А еще у нас есть раздел в библиотеках, где мы собрали для вас огромное количество книг для бесплатного скачивания в формате PDF. Давайте будем колбасить. Для приготовления гриль колбасок мы затарили вот такую прекрасную, чудесную свиную лопатку. Помимо этого, нам понадобится 16 грамм обыкновенной поваренной соли, по рецептуре комплексная приправа, белое сухое вино и натуральная свиная черева. Гриль колбаски Чериза не обязательно готовить на угольном гриле. Их также можно приготовить на обычной сковородке, тем более мы будем использовать очень интересную технологию термообработки, о которой поговорим чуть-чуть позднее. Также гриль колбаски можно приготовить на обычном мангале с использованием решетки. Поэтому, если у вас нет гриля, пусть это вас не останавливает, но служит стимулом для того, чтобы приобрести прекрасный гриль Вебер. Я раньше не понимал вообще приколов грилей. Готовил всю жизнь на мангале, но когда начал готовить на гриле, понял, какая это прекрасная штука. Перед приготовлением мы мясо подморозили, для того, чтобы оно не сильно нагрелось и не осалилось в процессе измельчения. После чего, конечно же, измельчаем на мясорубке с решеткой с диаметром отверстия, примерно 3-4-5 минуты. Фарш готов. И далее одна из самых важных операций – это вымешивание фарша. Для того, чтобы колбаски гриль у нас получились плотные, однородные и имели консистенцию настоящих колбасок, а не разваливающиеся котлеты, нам их необходимо тщательно вымешать. Я буду использовать для этого кулинарный миксер, вот такой вот планетарный, но также можно это сделать руками. Фарш, конечно, холодный, но при этом, когда хочется вкусных колбасок, то ничего нам не помешает. Данные колбаски вы можете приготовить вообще без оборудования, от слова совсем, даже не имея миксера, имея только мясорубку и вот такую вот цепку для выбивки. После вымешивания мы будем выбивать колбаски с помощью колбасного шприца, но также это можно сделать с помощью мясорубки. Отправляю сюда светотатство, полстакана сухаря и, собственно говоря, вымешиваю это все в течение примерно пяти минут. В результате вымешивания у нас должен получиться очень вот такой вот липкий и плотный фарш. Посмотрите, он совершенно не жидкий, он как пластилин. Из него прям можно фаршевые фигуры лепить. Ну, по аналогии, как на пляжах лепят песчаные фигуры. Если готовим с помощью мясорубки, соответственно, и набиваем с помощью мясорубки. У меня же есть прекрасный походный шприц. На Крафсторе, друзья, есть практически профессиональные шприцы. Я мечтаю о нем. Электрический шприц с педалькой. Там, где ты не крутишь, не тратишь драгоценную энергию своих мышц, а просто нажимаешь педальку и в школу ходят роботы, отдыхает человек. В общем, мы приступаем к выбивке наших колбасок чериза и истекаем слюной, потому что гриль колбаски чериза – это невероятно вкусно. Далее выбиваем гриль колбаски в свиную череву, которую предварительно промыли под теплой водой. Никаких особых условий здесь нет. Выбиваем не очень туго, так как будем формировать колбаски обычным перекручиванием черевы. Представьте себе, насколько мне было бы удобней, если бы шприц был механический. У меня еще стол специфической формы, который не позволяет закрепить на нем шприц. У него просто нету свесов. Поэтому мне приходится колхозить все это на какую-то доску. Часто спрашивают для работы одному, какой шприц лучше приобрести. Друзья, для работы одному без помощника значительно удобнее вертикальный шприц. Проверено временем. Кто давно смотрит наш канал, наверняка помнит, что в нашей студии был именно вертикальный шприц. Сразу же формируем небольшие колбаски по 8-10 сантиметров. Просто перекручивая череву и таким образом уплотняя саму колбаску. Упс, дирочка. Небольшая дирочка у нас нарисовалась. Думаю, что ничего страшного. Точно так же набью еще одну череву. Далее, для того, чтобы колбаски у нас получились сочные и не сгорели на гриле, мы проведем предварительную тепловую обработку кипятком, который уже закипает в чайнике. Но перед этим, вооружившись иглой, я нахожу воздушные пузыри, которые у меня образовались в процессе выбивки. И прокалываю их вот таким вот образом, для того, чтобы колбаски были более плотные и однородные. Совершенно можно не бояться прокалывать череву. Она чудесно прокалывается, и из нее выпускается весь лишний воздух. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Термообработку проводим в два этапа. Этот метод так и называется – два кипятка. Заливаем наши колбаски кипятком и оставляем на время, которое понадобится для того, чтобы закипятить следующий чайник. После этого сливаем воду и заливаем кипятком повторно. И вы зададите вопрос, для чего это? Ведь колбаски предназначены для гриля, и, следовательно, довести их до готовности можно на обычном гриле. Да, совершенно верно, их можно зажарить на гриле, но все дело в том, что пока колбаски будут жариться на гриле и доводиться до готовности, наружный слой придется очень сильно прогреть. А так как это не кусок мяса, а по сути фарш, набитый в оболочку, то, соответственно, у нас будет интенсивно вытекать жир, и колбаски получатся достаточно сухие. Таким же методом мы их практически доводим до готовности, и нам потом остается на гриле их только подрумянить буквально 5-7 минут. Мы сохраним весь жир внутри колбасок и сохраним ихнюю сочность. Практически сразу после того, как мы ошпарили колбаски, разжигаем гриль. Те колбаски, которые не будут съедены сегодня, можно совершенно спокойно заморозить. Конечно же, если у вас большая компания, то можно все сразу же поджарить на гриле. У нас большой компании нету, поэтому загружаю стартер на одну треть и ждем, пока брикеты разгорятся. После того, как угли разгорелись, я закрыл решетку и прогрел гриль. Кстати, в нашем арсенале появился еще вот такой вот мангал. Очень уж я соскучился за шашлыками. Фишка в том, что он имеет автоматическую шашлычницу, которая вращает шашлыки. И также мангалы есть, конечно же, разных размеров, и на каждый можно нанести подарочную надпись, как в моем случае. Выкладываем наши колбаски Чериза на гриль. Жариться они должны недолго, буквально минут 5-7, потому как они практически готовы. Нам просто надо получить реакцию Майара, то есть зарумянить их. Посмотрите, какая красота. В процессе жарки колбаски необходимо несколько раз перевернуть, для того, чтобы они равномерно подрумянились с каждой стороны. Посмотрите, как красиво это выглядит. Но это же просто прелесть. Данный метод приготовления практически любых гриль-колбасок имеет ряд неоспоримых преимуществ. Первое, и, наверное, это самое главное преимущество, то, что колбаски у нас получаются сочные. Если вы будете жарить просто сырые колбаски на гриле, то для того, чтобы они полностью прогрелись и приготовились, вам надо нагреть их до достаточно высокой температуры. И, соответственно, внешний слой колбаски, во внешнем слое жир полностью растопится, и колбаска в общем и целом будет сухая. Друзья, это так пахнет потрясающе. И посмотрите, как это красиво на разрезе. Вы просто посмотрите, какие они красивые. Они у нас не посерели, чему я очень рад. То есть колбаска имеет вот такой вот красивый яркий цвет, как бы ее вам показать. Понимаете? Вот. Вот. И посмотрите, насколько она сочная. Жир просто сочится из нее. Я вот ее разрезал, а тут реально лужица жирка. Это именно то, что нам надо. Как мы все прекрасно понимаем, жирок – это наше все. Ну и так как, друзья, мы здесь собрались все, не только любители вкусно поесть, но и любители выпить, у меня здесь кальвадос, который приготовлен из набора Dream Kit. То есть это тоже интересная технология. Видео уже есть на канале. Что я сделал? Я с помощью экстрактора соксклита сделал обогащенный ароматом продукт, после чего перегнал его в белом виде. И далее настоял на щепе. Ну, собственно говоря, продукт получился как под бочку. Кальвадос получился просто великолепный, с отличным яблочно-грушевым ароматом. Ну, в общем, это отдельное видео. Можете его посмотреть. А сейчас мы дегустируем гриль колбаски Чериза. И я не перестаю радоваться вот этой вот красоте. Вы посмотрите, как красиво она выглядит на разрезе. Все потому, что мы соблюли все технологии. Тщательно вымешали фарш, выдержали температурные режимы и сделали правильную термообработку. Обязательно напишите в комментах, если вы уже пробовали для гриль колбасок именно вот такой вот метод приготовления. Ну что ж, а мне остается настоящая Чериза. Вкус паприки, острота, которую дает каенский перец, который, в свою очередь, присутствует в комплексной приправе. У меня такая картошечка по-селянски. С претензией на потата браво. Если не знаете, это традиционная испанская колбаса. Ой, традиционная испанская картошка. Простите, пожалуйста. Я кому что, а я все время о колбасе. Вы посмотрите, какая она сочная. Это сарделька. Сарделька, колбаска. Гриль колбаска Чериза. Ну что, друзья, поднимаю бокал за ваше здоровье. Прекрасно. Это... Это просто прекрасно. Мне очень нравятся специи, которые подобраны в этой комплексной приправе. Там есть и копченая паприка, и обычная паприка, и чили-перец, который дает остроту. Ну и, помимо этого, прекрасный цвет. Хочется еще прибухнуть на этот процесс. Я оставлю за кадром. Недавно мне одна подписчица написала с таким искренним возмущением, как ты можешь пить алкоголь в кадре, ведь нас смотрят дети. Ну, вернее, вас смотрят дети. Друзья, поэтому алкоголь проще с кадра. Я его не пью. Мы с Ларисой с удовольствием представляем вам рецептуру приготовления замечательных гриль колбасок Чериза. И несмотря на то, что сезон шашлыков уже закончен, с грилями Вебер, вы можете всегда, даже зимой, приготовить такие колбаски не только на природе, но и дома. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. А я, собственно говоря, буду хомячить, но сделаю это так же, как употребление алкоголя уже за кадром. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Пока.